Здравствуйте, зрители канала Ветклиники Биовет. Паховая грыжа у собак – тема этого ролика. В сущности, грыжа – это выпадение внутреннего органа через отверстие, возникшего в результате расхождения мышц. Чаще всего данные патологии образуются на фоне полученной травмы или врожденной мышечной слабости. Грыжи бывают различных типов. Так, паховая грыжа может быть либо приобретенной, либо врожденной. Первые из них появляются вследствие травм или слабости мышц пахового кольца. Риск возникновения грыжи усиливается при чрезмерной расслабленности стенок полости таза, которые, в свою очередь, образуются при сильном внутриполосном давлении. Давление такого рода может быть вызвано элементарным раздутием мочевого пузыря или беременностью, а также всевозможными скоплениями жидкости. К врожденным предрасположенностям, помимо самой слабости мышц, могут быть дефекты полостей или аномальные незавращения каких-либо отверстий. Приобретенные предрасположенности включают в себя атрофию жировой массы на фоне потери веса и мышечное ослабление на фоне ожирения в зрелом возрасте. Обнаружить грыжу в паху у собаки достаточно просто. Она будет прощупываться и проглядываться в виде припухлости с одной или двух сторон. Форма грыжи может быть вытянутой или шаровидной. При пальпации специалист сообщит о месте выхождения грыжи и возможности ее вправить. Если грыжа скрывает в себе мочевой пузырь, то припухлость значительно уменьшается при надавливании на нее. Другими органами, попавшими в грыжевой мешок, могут быть часть кишечника или матках. Маточная грыжа может быть осложнена протекающей параллельной беременностью, так как грыжа будет расти с размер на росту плода. Наиболее эффективным методом проверки содержимого грыжевого мешка является ультразвуковая диагностика и рентген, которые также даст картину состояния и расположение органов в области грыжи. Грыжа может повлечь за собой ряд осложнений. Наиболее опасным из них является патология под названием ущемление. Оно образуется под воздействием оказываемого на грыжевые ворота давления. Ущемление приводит к значительному ухудшению кровообращения органов, находящихся в грыжевом мешке, что чревато некрозом, то есть отмиранием тканей. В таком случае показано скорейшее хирургическое вмешательство. В противном случае в зоне патологии образуется перитонит, который в большом количестве случаев приводит к смерти животного. Владельцу собаки необходимо обратить внимание на следующие признаки, которые могут сигнализировать о паховой грыже. Апатия, снижение аппетита, повышенная температура тела, болезненное ощущение у животного при пальпации места грыжи. Существует лишь один радикальный способ лечения паховой грыжи и это хирургическая операция. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовед. Оставляйте свои вопросы и комментарии. Ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.